Правила на YouTube. Вы на бесплатной школе видеоблогеров. Мы сегодня разбираем правила YouTube, правила принципа сообщества. Сегодня интересный блог называется «Спам. Ложные метаданные и мошенничество». Я Александр Некрашевич, а это мой сын Фёдор. Привет. Важно, коллеги, это, наверное, один из самых важных блоков, потому что многие даже не понимают, что это не нравится YouTube. А на самом YouTube действуют механизмы защиты от спамов и авторам запрещено создавать вводящее заблуждение не только видеоролики, но даже описание, теги, значки роликов и с целью повышения количества просмотров, там, подписчиков. Друзья мои, я хочу вам напомнить ещё раз, что YouTube сейчас автоматически всё может удалять и он очень и очень быстро это всё распознаёт. Не пытайтесь вводить заблуждение не только своих зрителей, но и YouTube. Это всё очень быстро раскроется. Ваш канал накажут, а ролики удалят, а канал заблокируют. Спам, ложные метаданные и мошенничество. Давайте же рассмотрим, что это такое и с чем это едят. Первое. На YouTube запрещены спам, мошенничество и прочие виды обмана пользователей. Также недопустим контент добавлены с целью заставить пользователей перейти на другой сайт. Что это значит? Если вы размещаете какой-то контент и в этом видео призываете людей перейти на какой-то сайт, чтобы посмотреть, это является нарушением принципового сообщества. Например, вы создали какой-то ролик, где делаете простой обзор, не знаю, маркера и говорите, а более подробно об этом обзоре вы можете узнать на моём сайте. Переходите по ссылочке ниже. Это нарушение принципов сообщества. За это могут наказать. Дальше. Если вы обнаружите видео, нарушающее наши правила, сообщите нам о нём. Вы также можете отправить жалобу сразу на несколько роликов, либо пожалуйста на комментарий или аккаунт. Все инструкции приведены в этой статье. Там ниже будет эта статья. Что это значит? Это значит, что YouTube призывает вас помогать ему чистить свои ряды. Если ваш автор, который или там, вы нашли какой-то спам, сообщите об этом YouTube, YouTube очень быстренько с этим разбирается. При этом надо понимать, что даже если вы думаете, что у вас очень лояльная аудитория и чуть-чуть нарушить можно, это вовсе не означает, что YouTube об этом не узнает. Это лишь вопрос времени. Как я люблю Фёдору говорить, что если вы переходите на красный сигнал светофора дорогу, то собьёт ли вас машина, это просто вопрос времени. Она обязательно приедет, та машина, которую вы не ждали. Как же избежать нарушения правил? Информация для авторов, которые предоставляет YouTube. Спам. К нему относится многократная публикация контента, не рассчитывая ни на какую определенную аудиторию и отвечающего одному или несколько критериям. Контент обманным путём, перенаправляющий зрителя на другой сайт. Что это значит? Когда вы пишете в заголовке «Узнай, как, допустим, там, не знаю, похудеть за 15 минут», люди приходят к вам на ролик, это уже запрещённый ролик, да. Но более того, вы призываете их там перейти на другой сайт, либо купить у вас подписку, либо куда-то ещё перейти. Это вот является тоже спамом. То есть любой, любой контент, который сделан с целью обмануть зрителя, либо ввести в заблуждение, является спамом. Надо это чётко для себя понимать, потому что для многих из нас спам – это когда много-много каких-то комментариев. Нет, коллеги. Если вы создаёте видео, в которых зрителям обещают денежное вознаграждение за переход на внешний ресурс, просмотры стороннего ролика или клик по какому-то элементу. Что это значит? Если вы создали видео, где рекламируете сервисы, которые предлагают вот такого вида сторонние заработки – это тоже является спамом. Дальше. Контент, который перенаправляет пользователей на сайты, распространяющие вредоносное ПО, собирающие личные данные или способные навредить другим способом. Вот очень важный момент. Что это значит? Если вы на вашем ролике рассказываете о том, что где можно скачать крякнутую программу, либо где взять читы от игры, либо где взять какой-то бесплатный ключ, либо где скачать какой-то софт, будьте уверены – прилетит. Прилетит обязательно. И вот здесь иные способы, способные навредить другим способам – это очень обширное понятие. Сюда можно внести всё, что угодно. Потому что если вы предлагаете людям, не знаю, как вот многие ставят, предлагают им сделать кофейные клизмы – это тоже является, как вариант, способ навредить другим. А что такое? Это мы с тобой потом разберёмся. Дальше. Вводящие заложения метаданные… А вот у меня есть вопрос. Ну? Вот я иногда смотрю видеоролики по играм. И там в начале ролика они типа, ну давайте начнём. И выскакивает такая реклама там. Если вы хотите там купить майку, там то-то-то-то-то-то, заходите на мой сайт, ссылочка будет в описании. Ну вот эта вот реклама. Это… Вот смотрите, если… Тут важный момент, правильно Фёдор сказал. Если вы продаёте свой, допустим, майки с символикой вашего канала – это ваш магазин. И этот магазин, этот сайт подтверждён на вашем канале. Это нормально. Если вы таким способом рекламируете чужой магазин, либо такой простой интеграцией – это очень и очень пограничный контент. Ютуб не рекомендует, и я вам не рекомендую, вот я вам реально не рекомендую таким простым наглым способом интегрировать рекламу магазинов, потому что может прилететь. Надо понимать, что вы можете подтвердить сначала свой сайт в админке вашего канала, связать его, ваш сайт с вашим каналом, и тогда у Ютуба не будет претензий. Но, если вы рекламируете чужой сайт, то может прилететь. Дальше поехали. Вводящие в заблуждение метаданные и значки видео. Название, значки видео, описание и теги должны соответствовать содержанию ролика. Что это значит? Очень часто мы можем на ролике нарисовать, к примеру, там какую-нибудь знаменитость, и люди будут думать, что там знаменитость, да, вот это вот хайповые ролики, а там оказывается не знаменитость, а вы обсуждающие эту знаменитость. Ну, условно, да, там, допустим, какая-нибудь там Бузова выступила в передаче, вы на обложке пишите там, допустим, Бузова, там Бузова, там или там кто-нибудь там Волочкова села на шпагат. Люди будут нажимать на ваш, на вашу обложку видео, думая, что там звезда, там какой-то скандал, а там будете вы сидеть и гнузовым голосом говорить. Это называется спам и вводящие в заблудение. Более того, если вы будете писать в названии то, что не соответствует действительности, для того, чтобы, как это называется, хайпануть, может прилететь. Даже нельзя в метаданных. Что значит метаданные? Это теги. Теги, описание, это то, что является метаданными вашего ролика, нельзя. Если в вашем ролике вы не рассказываете о какой-то знаменитости, либо каком-то празднике, либо каком-то событии, то не надо ставить туда эти теги. Также нельзя ставить теги конкурентов, потому что это очень распространенная практика, когда каналы, которые хотят быть похожими, либо хотят попасть в рекомендованные, почему-то ставят теги и описание своих конкурентов считают, что Ютуб такой вот, и он, короче, нельзя так делать. Дальше, мошенничество. В эту категорию входит видео с обещанием денежных подарков и быстрый способ разбогатеть. Также недопустимы финансовые пирамиды. Что это значит? Когда вам рассказывают истории о том, что, типа, посмотрев наш ролик, ты разбогатеешь, там, через две недели, или, там, купи нашу, там, методичку, которая поможет тебе, там, стать богатым и, там, успешным. То есть, в принципе, это уже приводит успешный успех к пограничному контенту. То есть, все возможные, там, купи наши акции, там, купи, там, пятое, десятое – это недопустимый контент и это мошенничество. Что это значит? Если вы не банк и не готовы доказать лицензии, что вы можете, там, умножить вклад, деньги вкладчиков законным путем, то, в принципе, это является финансовой пирамидой. Вот, опять же, все на усмотрение Ютуба. Обращаю ваше внимание, что это проверяют не люди, это проверяют алгоритмы. И алгоритмы есть четкий раз, два, три. То есть, если это так, то это так. Вот, надо понимать. Дальше, уже, филинга, заканчиваем. Введение в заблуждение избирателей. Сюда относится контент, содержащий недостоверную информацию о выборах. Например, неверное время голосования, адрес избирательного участка или условия участия в голосовании. Например, вы на Ютубе сейчас очень много политической активности. И это не нравится, не нравится Ютубу. Опять же, многие блогеры используют такие методы. Они призывают сторонников какой-то партии прийти и собраться на какой-то площади. И это оказывается потом фейком, да. И вот за это, если раньше это было постольку-поскольку, то теперь площадка Ютуба, у него уже много политических каналов, наказывают и банят и каналы, и все, что угодно. Итак, искусственное увеличение показателей. Это один из самых важных моментов, друзья, потому что здесь запрещен контент, рекламирующий услуги по продвижению, по незаконным, как бы, по увеличению показателей вовлечения. То есть, давайте мы вам накрутим просмотры, там, да, взаимные подписки, там, давайте лайки поставим, дизлайки, там, комментариев. Очень часто раньше было спросили, ну как, получит приз тот, кто напишет последний комментарий. И люди приходили, там, писали комментарии, там, днями, да, накручивая активность, накручивая подписчиков. Нельзя это сделать, потому что сейчас Ютуб это очень быстренько распространяет. Более того, поймите один простой момент. Если кто-то вам накручивает просмотры или подписчиков или лайки, то Ютуб уже о нем знает. Более того, если он знает, что он накрутил другим людям, то потом накроется вся ваша сетка, накроется медным тазом. Поэтому это все уже распознается на уровне искусственного интеллекта. И если у вас пропадают лайки, дизлайки, комментарии, просмотры, это значит Ютуб уже дошел и до вас. И очень может быть, я не утверждаю, я просто предполагаю, что в данном конкретном случае к вам может прилететь спустя полгода, год. И поэтому, если вы создаете некий контент, который создается только с целью привлечения подписчиков и увлечения показателей, забудьте об этом. Делайте грамотный и качественный контент. И тогда это успех, ваши просмотры, вовлечение будет естественным. И это будет очень нравиться Ютубу. Не пытайтесь накрутить, не пытайтесь привлечь какой-то там взаимной подпиской. Удаляйте любые комментарии, несущие спам. Потому что Ютуб считает, если эти комментарии у вас есть, то значит вы их прочли и допустили. Удаляйте и баньте любых людей, которые предлагают вам взаимные подписки. Потому что это красная тряпка для алгоритмов Ютуба. Дальше. Спам комментарии. Запрещено оставить комментарии ради получения личной информации пользователей, привлечения их на другой сайт или любых других действий, описанных выше. Что это значит? Если вы приходите на чужой ролик, даже на свой ролик или на чужой, и пишите там «Переди, узнай, получи, там заполни анкету, там получишь», это тоже является спамом. Более того, сейчас Ютуб научился все это удалять разово, по щелчку одной кнопки. Вот прикиньте, вы сидите и целый месяц размещаете свои комментарии со своими ссылками. Раньше это работало. Теперь это не то, что не… Это опасно. Забанят и ваш аккаунт, и ваш канал, и все каналы, которые были на вашем аккаунте. Поэтому спам – это уже прошлое. Ютуб уже научился его определять на уровне вашего ID. Если вы размещаете с вашего компьютера по другим аккаунтам спам, а потом заходите и такой грамотный вещается на другие каналы, то это все будет выявлено Ютубом и вас заблокирует. Дальше. Повторяющиеся комментарии. Не добавляйте одинаковые комментарии, сообщения не рассчитаны на определенную аудиторию. То есть, если вы входите по разным каналам, добавляете свой комментарий, либо везде пишите одинаковые комментарии – это ничего хорошего, кроме бана, вам не даст. Дальше. Учтите, что правила распространяются не только на видео, но именно данные, комментарии, прямые трансляции и другой контент во всех сервисах Ютуб. Даже если вы призываете людей перейти на другой сайт во время стрима, то тоже будет расценивано, как спам. Примечание. Вы можете призывать пользователей, подписывать на ваш канал, поставить отметку «Мне понравилось», поделиться видео или оставить комментарий. Это не запрещено нашими правилами. Что это значит? Во время видео мы можем говорить «Приходите к нам, подпишитесь на нас». Правильно? И это не запрещено. Если вы призываете, пишите комментарии под нашими видео, если вы задаваете вопросы и вы там отвечаете – это не запрещено. Ставьте лайки, дизлайки нашему видео – тоже не запрещено. Но главное, чтобы не было накрутки. Примеры. Смотрите, опять же, Ютуб уже начинает добавлять примеры, что очень важно, да? Спам. Дополнительные параметры. Коллеги, я обращаю ваше внимание, что ниже приведено несколько примеров запрещенного на YouTube-контентном. Данный список не является исчерпывающим. Что это значит? Чтобы вы не думали, что раз этого тут нет, если этого нарушения, которое вы совершаете, нет, то его и нет. Есть, это просто некоторые, да, приведены, не являются исчерпывающими. Он не полный, он может дополняться. Просто сейчас YouTube дополняет примерами, чтобы вам было понятно, а мы записываем ролик, чтобы вам объяснить. Если он не понятно, то пишите вопросы под этим видео. Итак, загрузка контента, в котором, чтобы посмотреть видео, пользователь приобретается на другой сайт. Что это значит? Если вы загружаете какой-то ролик, к примеру, вы говорите 15 простых способов, как открыть там бутылку глазом, условно, да? И показываете один способ, потом говорите, хотите более подробно, переходите по ссылочке на сайт, и мы вам там покажем, расскажем. Либо это касаемо различных инфобизнесменов, которые типа там вот 15 способов там убрать там с глаз или порчу там, да? Приходите к нам на сайт, будет спам, сразу прилетит. Дальше. Неоднократная загрузка одного и того же контента на один или несколько каналов. Что это значит? Это, например, когда вы, называется дублирующий контент. Если вы сделали один ролик, записали его, а потом начинаете на английском языке канал, тот же самый, туда, 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 Ютуб это уже очень быстренько распознает. Поэтому дублирующий контент запрещен, является спамом. Дальше. Публикация большого количества контента скопирована с других каналов. Что это значит? Если вы берете контент, который скопирован с других каналов, то есть серый контент, это уже вот четко и официально запрещено, является спамом. Почему? Потому что мы читаем выше, да? Что если там, если вы этим пользуетесь, то ваш канал будет заблокирован, а видео удалено. Дальше читаем. Попытки заставить пользователей установить вредоносное ПО или перенаправить на сайт, на котором могут быть украдены их данные. Что это значит? Если вы пытаетесь, говорите, скачаем эту программу по ссылочке ниже, вы там получите доступ к нашим там курсам, прилетит. Если вы отправляете пользователей куда-то, где может быть какие-то личные данные, либо там ввести данные карты, тоже может прилететь. Поэтому будьте аккуратны. Дальше. Загрузка автоматически созданного некачественного контента. Вот здесь я бы хотел остановиться и более подробно вам рассказать. Коллеги, очень много сервисов предлагают вам в ваших интернет-магазинах создавать контент карточкой товара, множить его. Причем это рекламируется прям чуть ли не на больших каналах, что там есть сервисы, что вы там получаете. Вот здесь написано автоматически созданный контент запрещен, но качественный он или некачественный определяете не вы и не ваш маркетолог, и не ваш директор, а определяет YouTube. И я вам с уверенностью скажу, что в большинстве случаев у вас очень разные мнения, кардинально полярное мнение о качестве вашего контента. Поэтому все, что создано автоматически, надо понимать, да, как это работает. Если один робот создал что-то, то второй робот это очень быстренько распознает. Ну, рыбак рыбака видит издалека. И поэтому не пытайтесь обмануть YouTube. Дальше. Обещание денежных вознаграждений, подарков, бесплатного ПО или бонусов для игр за скачивание определенных программ или приложений либо выполнения других действий. То есть если вы кому-то обещаете денежку, подарки, бесплатные там триалы, либо там бонусы, либо там что-либо еще, заскачивание каких-то программ, и которые YouTube не одобряет. А вы не знаете, что одобряет. YouTube я не знаю. Никто не знает. Может прилететь. Поэтому, когда вам предлагают в рекламу, типа, сделаем рекламную акцию и сделайте это, будьте внимательны. Не распространяйте это все, потому что это все будет потом вам в минус. Дальше. Вводящие в заблуждение метаданные значки видео. Тут уже все предельно просто. То есть, если вы добавляете теги в описание видео или туда, где мы теги добавляем в специальные места, которые не соответствуют вашему ролику, прилетит. Если вы добавляете какие-то знаменитости, не имеющие отношения к видео, в качестве значка тоже прилетит. Сейчас очень многие думают, что если они вдруг рассказывают там, не знаю, про Путина, то они могут вешать Путина на свою обложку. Сейчас YouTube это запрещает. Если вы там, вот надо понимать четко для себя, что если у вас нет официального согласия от этой медийной персоны на то, что вы будете на своих значках размещать, даже если вы про это рассказываете, запрещено. Дальше. Мошенничество. То, что мы с тобой Феде говорили. Обещание помочь быстро сбогатеть или чудесным способом извлечить пользователей от тяжелых заболеваний, например, от рака. Вот сейчас повальная волна в Инстаграме и уже скоро будет, наверное, в Ютубе кофейные клизмы. Я не знаю, что такое, я просто читаю и удивляюсь, да. Там люди землю едят, они там кофейные клизмы ставят себе, они там чакры раскрывают себе, открывают, они там типа Венера в седьмом сознании там туда, вот это все это считается спамом мошенничества, потому что это все не ну или там типа привлеку к тебе любимого, там да, там уговорю там тебе, там вот это вот все это, ну понимаете, это если вы не образованный человек, раньше это работало, сейчас есть вот эти экстрасенсы все, телевизор, вот это вот все это Кашпировские, где воду заряжали там, да, чумаки, которые там типа вылечу тебя, вот нельзя. Дальше, или понимаете, вот меня все время бесит, когда люди еще, типа вот эта пирамидка, она излечит вас от рака, ну у меня в семье были люди, которые болели раком, близкие люди, я понимаю, когда у тебя человек уже лежит на смертном одре, ты готов на все и готов поверить всему и появляются тут люди, там тебе объясняют, такие да, 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 вот на кол таких посадить, поэтому запрещено. Дальше, финансовые пирамиды и обещание денежных подарков, ну если вы там, то вы вам там выиграли пять тысяч рублей, если у вас нет лицензии, американской лицензии, подтвержденной на разрешение проведения лотерей, то денежные подарки и призы, это все очень и очень сомнительное удовольствие. Аккаунты, связанные с деятельностью финансовых пирамид. То есть, вот если вы, если у вас аккаунт, где-то вы замарались финансовой пирамидой, прилетит видео с обещанием быстро разбогатеть. Что это значит? Полно, сейчас меньше их, раньше было полно, где люди такие, вы, когда у нас там пятое, десятое, там вот, узнай наш способ, быстро разбогатеешь, там типа, там пятнадцать способов, там типа, секретный прием, даже сейчас ко мне приходят люди, которые, у меня есть тайное знание, я умею, YouTube, ты сидишь, и ничего не смотришь, как тебе там капают денежки, там в этом формате, поэтому нельзя. То есть, все, что вам обещают быстро разбогатеть, это мошенничество, уже признан на уровне YouTube, то есть, YouTube сейчас будет чистить все. Если у вас есть ролики, где вы там пытались, побыть гадалкой, ясновидящей, либо там экстрасенсом, либо там карты Таро раскладывали, то бросьте заниматься этой идеей, прилетит. Искусственное увеличение показателей. Видео добавлено только с целью привлечения подписчиков. Подписчики. Подписчики пришли и ушли. Вот, друзья мои, ну, смотрите, пузомерки уже уходят. Почему? Потому что YouTube уже понимает, что если у вас на канале 200 тысяч подписчиков, а просмотров всего 200, то что делают остальные 199 тысяч 800 подписчиков, да, непонятно. И YouTube непонятно, и мне непонятно. Поэтому любая накрутка, это все кануло. Ролики sub4sub. То же самое, то есть, это взаимки. Вот взаимки запрещены, да, вот покажите. И более того, удаляйте любое, любое упоминание в комментариях, там, типа, когда многие, типа, там, пусть будут. Понимаете, принимают решение роботы. Проще всего принимают решение роботы. И когда вы этим вот самым роботом на своем канале в комментариях оставляете подписки, они понимают, что если вы не удалили это, то вы с этим согласны. Я думаю так. Дальше. Видео, в котором предлагается купить отметки, мне понравилось. Очень много куплю, продам, типа, там, сделаю там 500 лайков на ваше видео. Это все прилетит. Ролик, в котором автор предлагает канал своему 100 тысячному подписчику. При этом на канале больше не опубликовано ни одного видео. Что это значит? Вот есть огромное количество искусственных показателей. Например, многие раньше это очень сильно накручивали. Они говорили, кто напишет последний комментарий, тому я, там, отдам канал. Или 100 тысячному подписчику я, там, подрю 10 тысяч рублей. Либо, там, кто уйдет с канала последним, тому, там, вот это, да. И люди, представляете, то есть, они сидели сутками, писали комментарии. Ютуб думал, что там активность, а там одинаковые комментарии. Я, там, пам-пам-пам-пам-пам-пам. Поэтому любое искусственное обучение – бан. Причем, смотрите, вы даже можете не знать, что ваш менеджер, либо ваш, там, компаньон занимается накруткой. Поэтому сразу предупредите всех, чтобы накрутка – это зло. И последний блок у нас – это спам в комментариях. Что это значит? Это комментарии о вопросах или подарках, которые рекламируются финансовой пирамидой. Ну, например, там, да. То есть, мы пишем, там, какие-то комментарии и туда придут, там, пройдите опрос, либо давайте мы хотим узнать, там, как вы относитесь к тому подарку или иному, да. Комментарии с реферальными ссылками, с платой за клик. То есть, очень часто многие ставят реферальные ссылки, где за каждый клик идет оплата, там, да. Или кликни, там, на рекламу, кликни, что-то – бан. Комментарии, когда вы смотрите, да. Помнишь, вот у меня вот постоянно на телефоне выскакивают подписки, потому что я, если тоже видео в Ютубе смотрю, там, ну, не в Ютубе, может, где, я не знаю, где, но там выскакивают такие рекламы, ну, там огромная кнопка «Установить», ну, нет, даже вот в играх есть такое, что там, если ты просто нажмешь, там малень, малюсенький крестик, по которому нельзя попасть. Да, и большая кнопка. А еще сделана такая штука, что даже не кнопка, а если ты просто нажмешь… Это спам, я понял, то есть. На рекламу, на саму вот, на любое место в рекламе, кроме крестика, то там, то там он автоматически переходит у тебя в плей-маркет и скачивает. Ну, не в плей-маркет, потому что туда ходят. Друзья мои, тут написано. И маленькие крестики, я по нему не попадаю, и получается, что у меня подписка автоматически включается. Вот, если вы обнаружите видео нарушающие правила, вы можете прямо пожаловаться, потому что, если вы понимаете, что вас держат за дурачка, за полного дурачка, который, там, считает, что, типа, там, ну, это такое часто бывает, вам дают, типа, хочешь посмотреть больше – жми, да, нет, нет маленькая – не попадешь, она нарисована, неактивная, а да, она такая большая, вот, и поэтому это все спам. Комментарии, которые содержатся в ссылке на вредоносные ПО и фишинговые сайты. Комментарии, содержащие ложное предложение приобрести полную версию видео, например, фирма телешоу. Очень часто, раньше это работало, да, люди заливают часть аудиокниги, и хотите купить больше, ну, или полную версию – перейдите по ссылке, и там фишинговый сайт, очень часто, либо партнерский сайт. Это уже запрещено, не работает. Дальше. Комментарии, где продаются поддельные товары. Вот тут очень важный момент, потому что, по большому счету, я видел несколько каналов, несколько владельцев каналов, которые были заблокированы из-за того, что продавали очень активно, вставили ссылки на Алиэкспресс. Поэтому, если у вас есть партнерки, и вы там предлагаете вместо айфона купить айпфон, то будьте готовы, что прилетит. Дальше. Комментарии с призывами посетить канал или посмотреть видео, если этот контент никак не связан с текущим роликом. Если вам предлагают что-то, где-то посмотреть, которое не связано с роликом, тоже является спамом. И многократная публикация одного и того же комментария со ссылкой на канал. То есть, если вы берете комментарий свой и канал свой, сайт свой и пытаетесь везде поставить свой канал, это является спам и будет нарушение. А теперь внимание. Какие меры применяются к нарушителям? Если вы опубликуете контент, который не соответствует нашим правилам, мы удалим его и сообщим вам об этом по почте. Первое нарушение повлечет за собой только уведомление, но в следующий раз мы внесем вам предупреждение. Если на канале наберется три таких предупреждения, мы заблокируем его. А теперь внимание. Вот я просто акцентирую, заблокирую. А теперь представьте, что на вашем канале пять роликов, которые нарушают принципы сообщества. Ни один, ни два, не три, а пять. Вам прилетит предупреждение и через час, а может быть раньше, еще пять предупреждений. Понимаете? И вам надо реагировать молниеносно. Потому что YouTube не будет там, что вы там были у бабушки в деревне, что вы там были на больничном. Вам прилетит, если вы эти ролики не удалите, то вам прилетит сразу страйки. И они в множественном числе. Друзья, мы с вами, с Федором, с вами прочли, буквально сколько у нас? Полчаса мы вам рассказывали одну статью про правила на YouTube. Спам, обман и мошенничество. Полчаса вам разжевывали. Если оставить вопросы, задавайте под этим видео, мы с радостью на них ответим. Но я рад, что вы хотя бы досмотрели. Вам было лень читать, мы вам прочли вместо вас. Показали, рассказали. Ставьте лайки. Приходите к нам в школу видеоблогеров, где мы рассматриваем, показываем и рассказываем о правилах YouTube. О настоящих правилах. И если вы не знаете эти правила, это не освобождает вас от ответственности. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Приходите в нашу школу еще. Мы вас очень ждем. До свидания. Пока.